Джон Пайпер Страсти Христовой Глава двадцать третья Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы передать нас во владение Богу. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Послание к римлянам, глава седьмая, стих четвертый. Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Первое послание к коринфянам, глава шестая, стихи девятнадцатых и двадцатых. «Внимайте себе и всему стаду, церкви Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Книга Деяния Апостолов, глава двадцатая, стих двадцать восьмой. Главный вопрос каждого из нас не в том, кто мы, а кому принадлежим. Конечно же, большинство из нас уверены, что человек сам себе хозяин. Мы бредим полной независимостью. Так и медуза чувствует себя совершенно свободной, хотя морские течения постоянно влекут ее за собой. У Иисуса было что сказать тем, кто так думал. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали. «Мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им. «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Евангелие от Иоанна, глава восьмая, стихи из тридцать второго по тридцать четвертый. Библия не обещает ничего хорошего падшему человечеству, сосредоточенному лишь на себе. В падшем мире у нас нет никакой автономии. Нами правит либо грех, либо Бог. «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Но ныне вы освободились от греха и стали рабами Богу». Послание к римлянам, глава шестая, стихи шестнадцатый, двадцатый и двадцать второй. В основном мы свободны делать то, что хотим. Однако мы не свободны хотеть того, что должно. Для этого нам необходима новая сила, которую мы можем получить только от Бога. Это Божья сила. Вот почему в Библии сказано, в послании к римлянам, глава шестая, стих семнадцатый, «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны». Один только Бог может дать людям покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание к Тимофею, глава вторая, стихи двадцать пятый и двадцать шестой. Основанием, на котором зыждется эта сила, служит смерть Христа. «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». А какую цену заплатил Христос за тех, кто поверит в Него? Он приобрел их себе кровью Своею. «Теперь мы действительно свободны, не для того, чтобы быть независимыми, а чтобы желать того, что благо». Перед нами открывается совершенно новая жизнь, когда смерть Христа убивает также наше старое естество. «Вместо соблюдения свода правил мы строим отношения с живым Христом, а свобода, приносящая плоды, заменяет рабство закона». «Вы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Послание к римлянам, глава 7, стих 4. Христос пострадал и умер, чтобы мы смогли быть свободными от закона и греха и принадлежать Ему. Именно здесь послушание перестает быть бременем и становится свободой, приносящей плоды. Помните, вы больше не принадлежите себе. «Чьими вы будете? Если Христовыми, тогда придите к Нему и позвольте Ему владеть вами». Продолжение следует...